кто такой раз и и стерка мы конечно говорим о такой мифической больше фигуре его был позитивный кейс государство укрепляется но есть силы которые не согласны с этим укреплением это уже какой-то лютый бандитизм давайте что-то решать выступление против закона богом избранного царя и пойдет почему казнили публично не того казнили стенька там степях прячется и чтобы даже вот все вот эти вот шведские шпионы и так далее сказали точно теперь путь открыт как волга стала русской рекой до середины 16 века волгу населяли преимущественно неславянские народы финн угры балты волжские булгары чуваши и татары первым славянским городом на реке стал ярославль иван грозный далеко продвинулся в завоевании волжских территорий взяв казань и астрахань после завоевания здесь стали основываться русские города управляемые московскими воеводами земли раздавались служилым людям в дальнейшем сюда активно переселялись казаки и беглые крестьяне анна иоанновна даже официально признала волжское казачье войско но его упразднили из-за частых восстаний именно на волге действовали пугачев и степан разин волга была неспокойной не только из-за бунтов она стала ареной деятельности речных пиратов которые грабили проезжих торговцев разбои продолжались до 19 века пока на реке не установили регулярный ход пароходов ну чё ты начнешь или давай ты сегодня то что же такое я все время начинаю а ты нет из-за острова на стрижень начинается наш сегодняшний выпуск потому что тема его восстание степана разина вот правильно восстание говорить или как вот так есть наукообразно крестьянская война или что это было вообще ну это непростой вопрос а сегодня ну вообще терминологические истории с терминологией просто все на самом деле поскольку история так очень тесно переплетается с общественным сознанием все что актуально все что необходимо мы так скажем обращаем к историческому нашему прошлому пытаемся там что-то выискать ну и соответственно в имперской россии до революции это естественно восстание восстание степана разина все с этим ясно советской историографии это уже необходимо было натянуть на крестьянскую войну на крестьянско-казацкую войну потому что у нас крестьяне угнетенные классы а соответственно угнетенные классы боролись против угнетателей и вот у нас восстание степана разина это уже свидетельство будущих постепенно идем шаг за шагом через целый ряд восстаний через пугачевское восстание где кабристом да вот у нас возникает это самое пролетарская сила которая свергает ненавистный царизм то есть он бы вышел на сенатскую площадь но тогда еще не было степан разин но по представлениям советских историков да он бы там вышел что-то сказал аля там дедам будьте верны мы начинали и прочее прочее пытались возбудить дух но насколько я помню вот как раз у гелеровского есть поэма там как раз вот это вот предреволюционная интеллигенция пишет своих стихах о том что степан разин он вот зачинатель человек который разжигал пожар в арабской душе русского народа побуждал его соответственно свергнуть царизм сегодня мы так уже не думаем историки опять возвращаются к термину восстания то есть это выступление против закона богом избранного царя и наведенного царем порядка вопрос основной в общем то в значении этого события ведь восстание особенно на периферии это же периферийное восстание в казачьи и еще не очень освоенный центральной властью территории да по волге там постоянно какой-то движ был нехороший условно говоря в чем значение событий вокруг войны степана разина восстания там не знаю по масштабу можно ли считать там этом войной или насколько это вообще было значимо почему мы об этом вспоминаем и главное почему не только же гелеровский но и в народной памяти разин так остался это прям что-то было масштабное на фоне всего остального ну на фоне предыдущих восстаний да в целом это было масштабное событие потому что но по самым таким конечно у нас нет точных точной численности не велись учетные документы как восемнадцатом и там особенно в девятнадцатом веке где мы можем все по документам вычислить количество участников сколько нужно было там граммов вешать и так далее здесь у нас примерные прикидки ну по сравнению там с до него за год до степана разина был такой товарищ василий ус но он собственно и в разинском восстании участвовал и он тоже выступил против администрации царской в 1666 году дошел до тульских уездов и там свои претензии выдвигал у него армия вот эта его гладьба исчислялась где-то около трех тысяч человек плюс казаков там пять сотен три с сотни три тысячи человек у разина около двухсот тысяч человек по скромным подсчетам это вообще в целом охват до территории которая взбунтовалась население которое взбунтовалось это очень большая на тот момент цифра и царь не пожалел отправила целое войско которое состояло из 60 тысяч человек тоже по таким возможно завышенным по подсчетам но серьезное такое войско было направлено фактически да это были боевые действия плюс усмиряла разина группа воевод которая прославилась войне с польшей войне с швецией в свое время то есть это были ведущие такие герои генералы алексей михалыч царя алексей михалыч поэтому да можно считать что событие было великое плюс еще к этому нужно добавить что впервые восстание в россии в русском государстве имела такой общественный резонанс на западе международный общественный резонанс интересно да во первых начиная от персии которые разинцы пограбили очень неплохо да тут задели интересы непосредственно заканчивая чуть ли не ну собственно да заканчивая англией все послы интересовались этим вопросом спросим почему что-то такого а дело в том что как раз 17 век русское государство богатеет богатеет на торговле на международной торговле и ключевым торговым путем был как раз вожский путь через волгу от астрахани до архангельска тянулась эта магистраль и англия голландия немецкие разные купцы ездили через московию так они называли русское царство в персию торговать ну и соответственно шли торговые разные товары ну а разин на всей этой территории очень неплохо поживился поэтому во время восстания торговля прекратилась международная многие купцы не соглашались ехать в охваченную восстанием страну давайте начнем с контекста так немножечко а как вот это в учебниках люди причины восстания там ну да предпосылки и знаете что еще интересно было бы на самом деле рассказать это территория восстания что там происходило потому что все-таки мы в сознании современного россиянина даже человека который сам на волге живет или бывал волга русская река там ситуация была не совсем так проста на тот момент времени насколько понимаю администрация царская которая еще в 16 веке практически туда не дотягивалась в 17 веке тоже еще не укрепилась было мало городов было мало населения было много парней которые любили проплывавших мимо купцов а купцы не любили там проплывать ну то есть это был такой вот русский не дикий запад а дикий восток только вместо поездов грабили именно корабли которые проплывали по волжскому торговому пути ну хорошее сравнение да с диким западом вот русский дикий восток по волге вполне себе ситуация непростая потому что регион не освоенный действительно почему не освоенный много степей в степях русские люди сложно осваивались все-таки необходимо было земледелие необходимо были определенные технические новшества только 18 веке уже активно началась такая крестьянская колонизация этих регионов города были но это города такие острожки то есть весь юг начиная там вот слабожанщины да сегодня это вот те регионы которые отчасти вошли в состав россии там харьков с прилежающей области вот это такая слабожанщина она часто в литературе называется слабоцкой украины но на самом деле она слабоцкая украина да отсюда и происхождению слова украина украина потому что это окраина была псковская окраина в 16 17 веках была казанская окраина окраина украина этих было очень много то есть никакой негативной коннотации слова окраина не несет нет нет это вот ну вариант слова окраина да в русском языке а через о там в южных говорах ближе к польше через у получилось соответственно это такая порубежная территория ну и был термин в частности в смуту украины и города соответственно тоже некоторые там ужаленные специалисты думают что это подтверждение существованию некого государства 17 веке особого а это все-таки порубежные города приграничные города откуда казаки приходили в частности там чуть дальше тулы уже эти украины города начинались а вот по волге где была граница такой ну контролируемой территории на тот момент времени казань или ну казань безусловно дальше нет южнее уже были симбирск допустим царицын вот эти города являлись такими форпостами ну и рази начинают как бы брать эти города самар уже тот на тот момент основанный крепкий город ну и из как раз говорить если о пестрый этнической такой вот карте то саранск тоже уже центр мордовского такого финно-угорского населения но ситуация сложная потому что в городах русские в городах русские гарнизоны русские казаки которые занимались этим всем охраной границ разведкой а дальше в степях в большом количестве инородцы это башкиры это уже на момент середины 17 века неожиданно да мигрировавшие сюда по воле божьей калмыки и с этими товарищами как раз казаки ведут активные переговоры в интересах царской власти кстати калмыки очень хорошо помогли в русско-польской войне ударили вместе с донскими запорожскими казаками по вот этим южным прибрежным территориям и нанесли удар предотвратили так скажем союз крымского ханства и польского и короны и это была такая мощная сила другое дело что они между собой активно тоже конфликтовали и усмирять их было достаточно непросто как и казаков башкиры да я сказал чуть выше по волге мы идем у нас мар 2 у нас черемисы это марийцы марийцы до нынешние соответственно такое финно-угорское население которое вроде как ну активно занимаются там миссионерством наши священники постепенно царская администрация тоже приводит их к подчинению но у них свои законы своя религия можно сказать что в момент на момент семнадцатого века это двуеверия активная многих допустим там в ижевске сегодня мы можем до сих пор увидеть какие-то такие традиции народных свадеб и там совершенно не христианские и даже не какие-то славянско древние традиции да можно там соотнести их с каким-то языческим и славянским но не получается это вот как раз финно-угорские древние вот эти все обычаи и поэтому с этими людьми было непросто и естественно в ситуациях погромов бунтов они тут же вспоминали об особом своем статусе и восставали кроме того успел бунтовщик разин и часть его подельников дойти в целом и до юга уже на тот момент тоже русского государства но юга такого ближе к запорожью до юга днепра то есть настолько было широко восстание я думал что он только на север двигался не только за волги на запад они успели до дона днепра вот этого низовьев и дона днепра дойти и там соответственно побудить местных казаков восстать очень любопытно что когда казнили разина показательно сделали помост на котором поместили послов всех ключевых иноземных государств персидского посла но это понятно да мы сейчас об этом еще поговорим и запорожских казаков тоже претерпели нет чтобы показать что если не будешь не будете дружить с царем вот ваше будущее потому что запорожцы они были такими они с одной стороны уже служили государю но вот эта эпоха ну мы вспоминаем да обычно 1654 год богдан хмельницкий переславская рада запорожцы приносят присягу русскому царю ну а дальше то после боя смерти богдана хмельницкого началась так называемая руина гражданская война между казаками запорожье и там часть казаков кому только не присягали которые были против русского правительства здесь нужна интеграция у нас есть на канале видео как раз про эпоху богдана хмельницкого самого богдана хмельницкого и его восстание видите сейчас qr-код и обязательно ссылочка в описании ставьте лайк подписывайтесь на канал приятно приятно когда уже про все поговорили я чувствую что скоро у нас будет выпуск вот когда человек пытается сказать тему у нас у нас это было в simpson есть видео да 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 у нас уже было да 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 супер так а ну все таки само восстание разина каковы какова так сказать социальная база основа вот этого все почему так ну социальная база это тоже непростой вопрос потому что у нас в двадцатом веке в нашей науке был мощный социологический уклон социалистический если быть точнее но если научный то социологический а вот именно с позиции идеологии да это чисто социалистический уклон социологический в том плане что историю творят не личности а массы потому что до этого как правило царская историография это все-таки как ни крути начинать нужно с батюшки царя да и великих людей которые батюшка царь к себе приблизил и они своими талантами пожалованиями на в интересах его и в интересах россии служили и это было настолько как бы такое укоренившееся в мышлении сейчас модно говорить греческое слово парадигма но так скажем система структура база такая да вот от которой было крайне тяжело уйти ну а большевики придя сделали такой как бы ход в обратную сторону все обесценили что личное в истории сказали только массы массы пролетарские массы но этот момент это был такой тоже хороший популистский ход вот вы русский народ любимый умный замечательный вас все обижали там эти дворяне бояре и так далее ну и с царем во главе в данном случае чем отличается эпоха двадцатого и девятнадцатого века тем что уже начали тыкать в царя целиться в царя до этого даже эпоха разина даже сам разин хоть мы смотрим это восстание бунт мятеж как бы против царя но при этом разин никаких лозунгов против алексея михайловича не выдвигал наоборот даже были распространены слухи что в войске казаков находится уже на тот момент к сожалению умерший царевич алексей алексеевич вот он мыл вот именно от лица своего отца управляет этим войском чтобы ни в вот это все эти нелюди которые несчастных крестьян и казаков эксплуатируют не сбили с правого пути поэтому многие верили поэтому городки открывали там самара саратов открыли ворота спокойно разинцем и всем остальным в чем каялись потом потому что мы поверили этим слухам никто не сказал что в январе того же года да умер этот алексей алексеевич но вот такие как в советской историографии принято называть это наивно-монархические взгляды наивно-монархические взгляды царили у всех бунтовщиков средние века и ранее новое время и поскольку у нас такой вот двадцатом веке социологизирующий подход социалистический то нужно естественно все восстания производились кем угнетаемыми классами какие у нас угнетаемые классы на тот момент рабочих не было нужно подтянуть крестьянство подтянули крестьянство и и в целом как бы создали такой образ крестьянской войны вот крестьяне по большей части воюют во главе с казаками казаки их поднимают и казачьи общество вот это не домовитое не богатое не там прельщенное царскими всякими пожалованиями это тоже вот бежавшие от гнета дворян каких-нибудь там бояр монастырей обязательно да крестьяне но если рассматривать все так вот более детально оказывается что русское общество русский социум был гораздо богаче на тот момент чем нам представляется были всякие маргинальные странные полу юридически оформленные группы это были ярышки люди лишенные земли которые ну если говорить современным языком подавались там в доставщики в прислужники там допустим они были при государственных учреждениях если были ярышки какие-нибудь да то они не могли писать как подьячи которых учили специально они были подьячи обычной семьи дяка и все там шло по семейной линии то ярышки это такие вот как бы поди отнеси по городу побегай то сделай такие вот кем понукали всячески и таких людей было очень много и шестерка шестерки да без статуса без земли дело в том что ну я не знаю были ли у вас уже разговоры а там экономики да допустим русского государства там было правоуправление правоуправление да возможно здесь такой момент что вплоть до середины 19 века если говорить о селах и деревнях вплоть до середины 19 века правительственные чиновники не могли туда добраться вот об этом у нас был выпуск он будет тут да 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 отличный выпуск у нас был федором гайды мы как раз говорили о том насколько бюрократии не дотягивалось до глубинного народа как они были далеки друг от друга по техническим причинам абсолютно не дотягивалось там даже есть история когда я был в вологде в музее народного искусства где там у них замечательные под вологдой стоят избы конца 19 века приезжайте смотрите этих богатых северных крестьян такие замечательные дома и вот нам рассказывали историю про середину 19 века того времени один чиновник который собирал налоги с этой деревни решил туда отправиться и решил погеройствовать не как все летом когда дороги уже есть нормальные проезжие а весной туда поперся в итоге в грязи утоп его там выручали то одна деревня то другая еле до этой деревни добрался написал письмо начальнику чуть ли не царю батюшке сказал что он весь такой герой добрался и так далее здесь местный круг там соответственно местная община не хочет его в свои дела посвящать ну начальство на самом деле поступило правильно оно отругало этого чиновника что-то поперся туда в эти дебри в такую грязь пока еще ничего не наладилось но там показательный сам момент что крестьянская вот эта община была абсолютно автономная и когда этот чиновник приехал он чуть-чуть их врасплох застал но но они быстро поняли как с ним действовать как как с ним говорить поэтому разговор был такой специфический то есть не как вот в советской историографии что вот они приехали обложили там то есть такая машина еще была не налажена не было ни технологии ни сообщения в нашей огромной стране чтобы такую бюрократию навести и всех вот задавить прижучить и так далее тоже особенно это характерно для 17 века и если крестьяне жили общинами то как правило лишний крестьянин который так скажем рабочие руки мужчина который мог убежать на дон да потенциально он всячески задерживался общиной его бы не пустили не потому что там его дворянин бьет или там боярин какой-то над ним издевается унижает или еще что значит или там монастырские люди его обложили тройной работой крестьяне сами сойдутся скажут терпи мы по это там время за тебя поработаем на твоем поле поработаем твою семью прокормим но ты так скажем терпи чтобы все было хорошо и вот такая круговая порука такая вот сплоченность коллективе не позволяла многим крестьянам никуда уйти уходили совсем лишенные какой-либо опоры люди то есть это могли быть преступники могли быть какие-то юродивые но мы сегодня знаем да у нас 21 век вроде все хорошо там бездомные люди без еды не обходятся но при этом есть люди которые бродяжничают вот таких бродяг тогда тоже было много и все эти товарищи как правило и уходили и с казаками что интересно как правило это боевые холопы убегали от своих хозяев боевой холоп это пленный захваченный в военных действиях особенно в 17 веке это интересно когда воевали с польшей в плен попадало очень много наемников немцев и наши воеводы их брали себе такими боевыми холопами то есть с одной стороны немец а с другой стороны боевой холоп поскольку пленный никаких прав не имеешь и вот такие вот товарищи как правило активно сбегали на дон куда только можно а поскольку с дона выдачи нет то они там и оставались а опыт военный есть а опыт военный есть да потому что у простого крестьянина с сахой опыта нет вот василий у нас любит рассказывать да я обожаю соответственно рассказывать про различных маргиналов правда другой век эпоху 14 века и очень часто что в 14 веке что я понял военных действиях 17 века когда приходили соответственно место брали людей в плен не обязательно военного но в том числе и обычного крестьянина и скажем так они выполняли роль прислуги таскай подними принеси подай уходи не мешай вот тебе соответственно миска там каша там чарка и вообще будь доволен то что ты остался в живых ну да да но правда вот эти все товарищи они по функциям тоже у них узнавали что можешь если человек умеет обращаться с оружием холодным огнестрельным что ему подай принеси он в охрану годится как раз вот да примерно так и было особенно если 17 век взять а это уже такие структуры 14 век это все еще живо оно двигается мы еще не можем сказать что вот у нас есть судебник там зафиксированы сословия нет такого еще нет ну там князья семьи да а вот в остальном это все давайте все-таки к разину ближе вот его он все-таки начинает восстание на нижней волге как я понимаю начало восстания вот и тут тоже вопрос какой когда началось восстание советская историография говорит что восстание началось у нас 1667 года я просто сейчас предыдущий вопрос хочу чуть-чуть раскрутить что там за население было такое ощущение что это казачья территория ну вот основа вот первое ядро вот это вот яразинское это казачья все-таки или крестьянская какая-то вот страта социальная кто был ну мы единственно можем сказать да вот по источникам точно что у нас две категории грубо говоря да это домовитые казаки которые получают жалования от государя они все переписаны они живут в верховьях дона подальше от границы подальше от боевых действий у них там как бы все налажено и есть те которые живут пониже поближе границы которым терять нечего поэтому бегут подальше да чтобы их там не сыскали это голыдьба то есть вот эти вот голые казаки откуда они происходили нельзя сказать да то есть там могли быть и беглые вот эти боевые холопы и вот эти ярышки которые надоело подай принеси и так далее они побежали обучаться к этим товарищам в общем было много беглых преступников да убежавших от и это составило основу вот восставшей массы получается да это всегда была вот такая вот основа восставшей массы и разин поехал именно к ним за помощью а может богдан хмельницкий в свое время да вот к таким же тогда и ничего так вопрос не 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 это стандартная ситуация которая была потому что опять таки вспоминаем мой любимый 14 век арнот да серволь вот тоже дворянин в свое время он то же самое он просто знал где подобные люди находятся и по всей видимости приходил к ним и говорил бедность вы забудете об этом слове и дальше у них начиналась эпическая халлигали на полях войны во время столетки да кто такой разин кто такой разин резко повернем да донской казак это однозначно дальше сложная папа мы знаем тимофей рази по прозвищу рази отсюда фамилия вот это разин сын рази а мама ну это такой мифологизированный персонаж там даже какие-то ну в 19 веке уже романтические по этому поводу пошли представления но что часто было у казаков если казаков брать до 18 века то примером казачьей жизни была абсолютная не семейственность да жену брать нельзя было соответственно часто в жены ну так в наложниц были наложницы наложниц брали пленных девушек с кем воевали по большей части с ногайскими крымскими татарами поэтому есть предположение что она вот пленная татарка какая-то в общем родила разина больше ничем не примечательно ну она родила вроде как даже троих сыновей ему то есть ивана старшего степана среднего и младшего фрола и больше ничем не примечательно да тимофей его отец ну с был так скажем из домовитых казаков в верхушку входил потому что крестным отцом самого степана разина был корнилий или корней яковлев тоже видный донской казак который его издал кстати да такой вот крестный папа и он как раз был другом соратником именно тимофея рази а что мы знаем о разине до вас вот он уже стал таким героем фольклора опять же вот поход за зипунами вот эта вся история можно про это чуть-чуть рассказать да можно фольклор его обогатил то есть если говорить о разине то мы конечно говорим о такой мифической больше фигуре но это не исключение потому что тот же самый Ермак Тимофеевич такая же фигура казачьи атаманы они обрастали легендами вполне возможно что это даже такая не совсем русская традиция это вот традиция южно-русская где жило большое количество тюрок да вот этих самых татар башкир и так далее потому что мы знаем что у татар и башкир как раз очень большую роль играют мужики да там в латах в кольчуге такие суровые крутые богатыри да богатырь это знатный воин классный воин чем их знатность определяется военной удачей и славой богатством да слава богатством ну собственно ценности сегодня у нас не особо поменялись ну это вечные да вечные традиционные ценности что любопытно то что больше всего именно мифов о Ермаке Тимофеевич его славном походе начали распространять сначала татары против которых он воевал почему потому что они подумали что он святой вот в их языческом понимании и все что от Ермака Тимофеевича все его предметы они вот этой манной магической пропитанной славы и почета поэтому один из татарских мурс очень очень просил Алексея Михайловича доставить ему кольчугу Ермака и ее привезли и в конце там 17 века он получил ее был очень довольный и кольчугой думал что ему слава почет будет с этого и здесь такая же ситуация среди казаков большую славу приобретали вот такие атаманы которые приносили большую добычу почет и Ермак ой Тимофей да Рази он отец Рази но непосредственно скорее всего скорее всего я участвовал в азовском сидении азовское сидение такое героическое событие у нас тоже есть выпуск вот он отлично прекрасно посмотрите подписывайтесь на канал все больше и больше у нас отсылок я говорю отдельный видос будет только из отсылок состоять просто будут коркада показываться простите дорогие зрители нам просто очень хочется чтобы вы все посмотрели это прекрасно и все остальные тоже замечательно да и таким образом вы будете лучше знать контекст эпохи да контекст эпохи это очень важно потому что такое и Корнилий Яковлев и Тимофей рази вернулись из этого азовского сидения азовское сидение посмотрите ролик увидите что оно было не санкционировано царским правительством это была такая дерзкая инициатива казаков очень успешная очень удачная но дерзкая поэтому собственно и не затвердилась за этим и дерзость вот эта удаль было было составляющим элементом казачьей среды в целом вообще и поэтому Корнилия Яковлева на тот момент вот почитали казаки на круге казачьем он имел большую власть а разины при нем собственно вернувшись из как раз азовского сидения ну вот как читает академик Андрей Сахаров который написал биографию Степана Разина тоже любопытный любопытный текст если будет возможность почитайте он и историк и писатель то есть там соединилась такая вот он идеально передал мифологизированность личности Степана Разина ну и отец его примерно в 50-х годах умирает а первое свидетельство о самом Степане мы находим в 1652 году когда он возникает в административных документах потому что за него танцкие казаки ходатайствуют чтобы пропустили Степана Разина ну еще там с товарищи на богомолье аж в Соловецкий монастырь это первое богомолье в Соловки такое серьезное предприятие требовавшее пересечь ну всю территорию русского царства ну Соловки почитались Соловецкий монастырь очень почитался на Руси святые Зосимы и Саватий тоже распространенные заступники никто не знает что он на этом богомолье делал молился ли он действительно грехи отмаливал за отца официальная версия которую он сам написал что отец хотел грехи отмолить в этом монастыре но не успел умер поэтому он за него эти грехи пошел отмолить и вот первое упоминание далее он упоминается уже тоже в царских документах как известно я наверное там можно сделать ссылку на следующее видео с Александром про казаков были так скажем а это одно и то же там как раз про азовское сидение было да ну вот опять к этому же видео да азовское сидение были зимовые и легкие станицы которые посылались в Москву это процесс переговоров царской администрации с казаками так скажем посольство которое отправлялись два раза в год вот выбирали самые лучшие казаки для этого посольства отправили и стеньку разина посольство вот эти станицы казаки очень любили потому что царь всегда награждал были какие-то пожалования от нас у нас есть уже правда от более поздней эпохи в большом количестве ковши сабли наградные которые получали вот эти казаки но эти станицы они тоже любопытны потому что именно по форме взаимодействия с казаками мы видим что царское правительство не рассматривало великое войско Донское как свое подразделение это было вот что-то иноземное ну вот хороший был пример сравнения конечно не очень научный но с федератами там условно говоря времен римских да да так ходил он за зипунами то в Персию ходил ходил безусловно и то есть на тот момент времени уже был руководителем определенного войска и достаточно уважаемым расу он я до этого рассказал о таких административных вещах да где он фигурирует потом еще еще одно богомоле в 61 году у него в Соловецкий монастырь а на тот момент нужно понимать что Соловецкий монастырь тоже такая немного удаленная точка с одной стороны удаленная с другой стороны очень постепенно идущая путем нелояльности к правительству потому что никонианские реформы произошли и появился раскол в церкви и Соловецкие монахи заняли достаточно анти никонианскую позицию да пока их не разгромили там скоро осада уже да осада там последует как раз за восстанием осада последует ну до этого по поводу его боевых заслуг да где разин отметился он со старшим братом Иваном потому что была естественно на старшего брата Ивана участвовали в русско-польской войне 1654 1667 года и один из последних походов был поход осада Киева единственная территория которая в результате этой войны на правом берегу Днепра удалось к русскому государству присоединить и там были донские казаки и были же воеводы которые потом будут воевать против разина то есть сошлись все все стороны будущие противоборствующие и история любопытная потому что она такая молва но показательная ничего просто так не остается в памяти якобы во время этого похода донские казаки решили уйти в самоволку мыл нехорошо донцам осенью зимой под Киевом стоять промозгло холодно мы обычно все по домам сидим а воюем хорошо весной летом давайте уже после майских выходных ну и примерно так Иван и его брат Степан и сказали воеводе тот отказал но они сами взяли и пошли в итоге русская администрация русские как бы воеводы схитрили дождались когда они подойдут к дону и начнут разбредаться по домам и поодиночке всех похватали привезли обратно и по решению воеводы Юрия Алексеевича князя Юрия Алексеевича вздернули старшего брата разина повесили прям при нем да просто я сталкивался с легендой что это было абсолютно несправедливо что он конфликт с каким-то чиновником тот его обидел и что с этого восстания началось а здесь вроде как контекст такой что тоже как-то контракт не соблел хотя жестковато да да но это показательно было необходимо так делать ну то есть если говорить о семидесятых годах вот в разинском восстании то здесь происходят очень интересные процессы казачество понимает вольницу свою по старому мэл вы московиты все равно до нас не дотянетесь а мы вам нужны чтобы этих всех татар громить да границу охранять да но тут оказывается что государство уже пришло к тебе в дом и стучится в двери да а тут оказывается что государство дотягивается и очень достаточно эффективно постепенно по чуть-чуть но дотягивается и здесь произошел как раз вот этот конфликт что разинцы за вольницу соответственно воевод это сделал по военному времени все правильно сделал людей которые ушли в самоволк чтобы они всю армию ему не растащили он показательную казнь устроил а по казакам он нарушил договор о вольнице а договор даже с самим государем у казаков не было письменного договора до этого это только после восстания разина после казни самого разина все донское казачество присягнет на верность русскому царю и с этого момента уже будет так скажем закат независимого донского войска казачьей вольницы и потом мы уже казаков будем совершенно по другому знать да как опору престола как великих конных воинов рыцарей степи а до этой вот до этого момента еще такие смутьяны то есть получается что вот после восстания разина государство и казачество решило оформить свои документы как бы вот именно в юридическом плане скорее государство решило казаки были вынуждены ну да да казаки уже поняли что деваться некуда и поход за зипунами вот считается что это личная часть истории хотя доподлинно неизвестно обижался он не обижался но какое-то время произошло это в 65 году какое-то время разин пропал после вот после этой казни мы ничего о нем не знаем пока он пока уже его крестный папа на тот момент атаман донских домовитых казаков не стал слать в москву разного рода донесения о том что весной 1667 года разин ушел из города черкасска столицы тогдашней казачьего казачьей административной столицы и пошел вниз да пошел соответственно по городкам разным где была вот эта гладьба собирать всю недовольную шушеру за зипунами да за поход на зипунами что такое зипуны ну зипуны это военная добыча которую делили казаки после того как пограбили все что только можно надо сразу сказать что казаки могли грабить естественно они очень любили нападать и грабить на бусурман тех кто иной веры всякие татары турки персы это вот пожалуйста но на самом деле они гнушались и русскими купцами разин вот когда пошел за зипунами сначала у него было там как в песне челны а по-казацки это струги на четырех стругах он пошел по Волге и встретил даже патриаршие суда все знали что эти торговые суда принадлежат патриарху и деньги в патриаршую казну идут но он их ограбил как бы это его не остановило ничего личного просто бизнес да 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 это как бы передайте Никону что я любил его это был просто бизнес тогда ну тогда патриарх Иосаф уже был а Никон был в силке да точно его уже отправили это какой год получается вот на Волге то они уже действуют это шестьдесят восьмой год уже все да вот когда они собрались за зипунами шестьдесят седьмой все собирались стройка в моем любимом Новом Русалиме все соответственно на людей собрали сначала все это вот в песне в стихах это все красиво описано на самом деле это было такое зрелище не очень эффектное потому что обычные струги на них стоят казаки но может быть прилично одеты только вот эти вот зачинщики типа Разина его брата и Василия Уса а все остальное это абсолютно лишенная всех средств существования глызьба в обрубках каких-то в лохмотьях с крестьянским оружием типичным шитых перешитых палка с ослиной челюстью все как надо шитых перешитых это еще нормально это еще по-человечески это еще хоть как-то заплатка хотя бы чуть белее чем все остальное да да но зато зато полны решимости да потому что знали что атаманы их имеет боевой опыт в землях этих бывал плюс еще чем Разин здесь поступил в каком смысле стратегически правильно он ушел на Волгу и туда ближе к яйку да реке Урал соответственно Каспийское море которое хуже контролировалось чем Дон потому что Дон выходил непосредственно к крымской границе а крымская граница всегда была под строгим набзором царского правительства и русской армии а с этой стороны такой большой грозы не ждали а плюс еще на реке Яек на тот момент уже было яицкое казачество которое было еще более вольным чем Донское численность была менее большой чем Донцы но при этом вольница там была серьезная и он надеялся и их побудить к этому всему делу ну и они таким образом к 68 году собрались вышли в Каспий и в 69 году уже мы видим там активные военные действия разенцев с известной битвой морской битвой с шах за Д которая закончилась конечно полным поражением персидских персидского флота против казаков хотя казалось бы там какие-то струги казачьи но персы совершили ошибку они сцепили свои суда цепями потому что хотели казаков загнать в угол их окружить а разен смекнул что если потопить главный корабль то все на цепях но так по цепной реакции она тут в прямом смысле и произошла вот они русские пираты да эффективно кстати он же не речной разбойник в отличии скажем от волжских казаков которые привыкли как он так эффективно на воде так действовал или советники были хорошие я думаю что были советники но вообще казаки на тот момент они были хорошими речными воинами аналогия кстати с 14 веком 15-14 веком в россии это новгородские ушкуйники про которых я даже не знаю у нас не то что выпуск мы все мы очень любим ушкуйников у нас все время фигурируют которых мы любим обязательно сказали про них да кстати вот мы много рассказывали про ушкуй как он был устроен там это все описывалось вот эти струги на которых разен пошел то есть 4 струга получается это сколько вот по вместимости сколько там человек помещался сколько это серьезные боевые и плавсредства серьезные вопрос такой непростой дело в том что струг помещался от 20 до 50 человек но другое дело что казаки владели хорошо абордажным боем и есть такие несколько миниатюр в лондонском музее османских причем миниатюр где запорожские казаки активно воюют против османского флота и выглядит с одной стороны как-то нелепо потому что большие такие корабли османские и против них вот эти струги лодочки да там с двадцатью тридцатью запорожцами но те так очень хорошо лезут на эти корабли и сбивают огненным боем из пищалей турок на ура поэтому казаков удали было много атаковали они очень хорошо между прочим извините пожалуйста что перебью это ситуация нормальная когда на маленькой лачонке вы идете грабить большой корабль у нас тут уже выступал замечательный специалист созон синк да 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 который как раз таки рассказывал что пираты как раз таки и не только они из-за того что у них маленькая но очень быстрая лодка они быстро подплывали рейдовой тактикой и таким образом захватывали корабль причем если брать чуть чуть подальше но тоже уже 17 18 век примерно так брать карибский бассейн все то же самое пираты на маленьких кораблях плыли штурмовать здоровенные корабли и было проще от них вообще на самом деле откупиться даже потому что как только видят красный не черный красный флаг они понимали нам плохо будет вот так что это вполне себе вполне себе главное такие корабли такие плоскодонки позволяли хорошо по рекам ходить и обходить все пороги и такие нестабильные перепады дна у рек Россия хоть мы вот читаем в учебниках уже наверное из этих учебников школьных уже въелась в нашу кровь сознание вот это вечное причитание по поводу 17 века Россия пыталась выйти к морям здесь не получилось тут не получилось а я я я я я я пока Петр там ну Каспий да а самое важное все таки много Россия речная страна много рек это не стоит списывать со счетов и реки эти полноводные рыбы очень много было чем торговать, ну и пока Великий Пётр не построил Санкт-Петербург, у нас был Архангельск, а с Архангельска шёл речной путь до Москвы, и там было несколько городов, в том числе и Волга, Вологда был город третий по богатству и важности в русском царстве, пока не пришёл Пётр, не построил Санкт-Петербург, и, соответственно, Вологда так как-то несчастная сдулась, сдулась, да. Так давайте к Разину, а то нам нужно успеть ещё восстать и подавить это восстание. Поход за дипунами был. Был поход. Он как-то запомнился персам, как я понимаю, где раз потопили флот. Очень хорошо он им запомнился, потому что они повоевали весь западный берег Каспия, пол моря охватили всем этим делом, в Азербайджане, потому что разинцы дошли от Дербента до Баку, весь берег повоевав. Под Баку даже есть легендарная пещера, где жил Степан Разин. Сейчас она переименована, естественно, в целях дерусификации, но на Википеде ещё можно найти фотографии, где она старым названием фигурируется, пещера Степана Разина. Поэтому персам он очень запомнился этот поход, потому что они вообще не ожидали такого нападения, и персидский шах вышел навстречу казакам в самом начале, ещё до этой битвы, где его сын попал в плен с целью помириться, заключить договор, потому что он думал, что это русские войска пошли, и что казаки по приказу царя Алексея Михайловича идут воевать. Но как только начались переговоры, уже почти всё подходило к замечательной развязке, но подоспели русские послы, которые сообщили шаху, что мыл этих воров, как называли тогда тех, кто приступил закон, мы этих воров никуда не посылали, с тобой в дружбе живём, жить будем, и соответственно они здесь без нашей воли творят что хотят. Ну и после этого по беспределу. После этого шах решил этих беспредельщиков всех корню изрубить, но ничего не получилось, потому что вот эта битва у свиного острова показала, что разенцы могут потопить персидский флот, захватить в плен ещё сына шаха, а потом они довезли весь этот скарб, всё, что захватили, все богатые дары, всех пленников вместе с этим сыном шаха до Астрахани, а тут Разину надо сказать, что ему то ли удалось обмануть воеводу Астраханского, то ли действительно воевод Астраханский побоялся такого смелого, успешного, популярного среди голодьбы атамана как-то подавлять, он его пропустил с почётом, и Разин вместе со своими въехали с почётом в Астрахань, воевод его встречал, и после этого он как такой прославленный атаман вернулся уже в свой Черкасск. Так, ну, наверное, к восстанию. Да, судя по всему, успешный поход за зипунами, а потом почётная встреча в Астрахани породили в голове Разина мысль о том, что а можно как-то и мир по-своему перестроить. Да, вполне возможно, тем более, что одновременно с этими событиями будущий его соратник Василий Ус ходил под Тулу договариваться о том, чтобы для голызьбы, для низовых казаков царь тоже определённое жалование выдал, записал их на службу, чтобы они не пропадали. Это агрессивная форма ведения переговоров на световых мечах была, да, очередная? Ну, да, собственно, как они делали? Они говорили, что мы пойдём у царя спрашивать службы, казакам своим местным говорили. А потом, когда шли, начинали всех вот жигать деревья. Маргиналов непрекаянных, ярык к себе привлекать. Вот мы такие славные казаки, идём против бояр, дворян, которые не пойми, чем занимаются, царю неправды рассказывают и так далее. Ну, и по мере роста массы всей этой требования становились всё дерзновение и дерзновение. И уже к Туле они подошли вот перепишите простите нас всех, не ищите беглых, перепишите всех в казаки и выдайте нам жалования. Но царь с воеводой тульским они тянули время, но при этом более-менее как-то удалось вот всё это событие нивелировать, то есть вот это выступление Уса, оно не переросло в большое восстание, но сам Ус вернулся в Черкесск и там же заявил, что он значит договорился с царём, вот соответственно вернулся, всех привёл, всё хорошо, но выставил всё в успешном для него виде. И на основе таких вот домыслов и рождались дерзновенные мысли в умах подобных ему людей, в частности Разины. Вот Разин уже весной 1670 года овеянной славой такого удачливого атамана всех своих товарищей подбил на то, чтобы выступить против царского правительства и пойти вверх по Волге, а не вниз, как был до этого. То есть на самом деле у него был, как сказали бы сейчас, позитивный кейс. Он не просто погулять и будь что будет, он понимал, чем это восстание может закончиться, тем, что ещё перепишут в казаки, что-то заплатят и вполне возможен хороший позитивный исход. Да, возможно царю придётся дать ему какой-нибудь титул. Ну, тут здесь просто спрашиваю, почему? При всём масштабе того, что он устроил, это не было экзистенциальной угрозой, скажем, для царского правительства. Никто не собирался коренным образом ничего менять, это не была война на разрушение страны, это была война на получение конкретных профитов конкретными людьми. Да, это если мы берём как раз 17 век, вот этот вот так называемый бунташный век, здесь все бунты, восстания идут за социальные интересы. Тогда мыслили социальным происхождением, вот я казак, или я крестьянин, или я боярин, и здесь казаки, они занимали такую очень интересную, интересное место, потому что уже по соборному уложению 1649 года, которое как раз царь Алексей Михайлович принял, все сословия более-менее утвердились, закрепостились и так далее, а казаки ещё находились в иллюзии своей вольницы, да, при этом они были славными воинами, в которых всех нуждались, то есть это и не дворяне, которые по любому слову государя должны явиться чинно-людно, кожно-оружно, да, и, соответственно, пойти туда, куда государь скажет, но и при этом соответственно не крестьяне, которые сидите на своих местах, хлебом занимайтесь, никуда не суетесь, силу представляли, а как, поскольку сил-то есть, военная сила, то можно о себе и заявить, да, вот они и заявляли, и надежды, да, были такие, чем больше восстания, тем больше шансов на то, что нам что-то перепадёт, и, ну, а с Разиным было понятно, что он думал, что ему перепадёт, была у него какая-то цель, там, не знаю, денег, там, каких-то прав для казаков, расширение территории, где они могут функционировать. У него очередные воинские звания, грамоты, медали. Известно, что он хотел. Ну, вот дело в том, что как раз здесь вопрос-то тёмный, программы какой-то чёткой у него не было, на всех, как свидетельствуют современники, больше всего Разину важен был статус. Он, ну, ему нравилось, он получал большой кайф от того, что он владел большими территориями, вот как дворянин, как боярин, там, как царь, фактически. И ему вот эта вот власть, он дурак, шурманился этой властью и упивался. Сейчас бы поиграл в РПГ какой-нибудь и успокоился. Успокоился бы, прогресс. Ну, ведь как-то он заявил свою цель в восстании, что вдруг восстали? Или он это вообще восстанием не называл? Он, соответственно, считал, что они идут справедливо к царю-батюшке, Москву, и главная задача их была истребить всех врагов народа, враги народа это бояре, дворяне и так далее. Кто соответствует... Я очень хочу провести аналогию, но не буду. Все мы хотим провести аналогию. Аналогий много, да, и то же самое будет у Пугачёва. Интересный вопрос, что это некий такой архетип сознания. Мы идём в Москву, в принципе, в поисках справедливости, в принципе, параллельно с этим воюем на территории своей страны, идёт какой-то коровоправитель, но это не важно, потому что мы за справедливость. Ну, тут нужно сказать, что всё-таки разинское восстание, у него была определённая специфика, у Разина, возможно, была программа, ну, как бы, грубо говоря, с современным языком. Нужно всё-таки понимать, что средневековые сознания, там, 17 век, они были не такие дотошные, как мы сегодня, да, где всё по структуре, всё чётко, логически. Некая такая, условно говоря, программа оказачивания России, то есть, когда он брал города, он абсолютно казнил, выкашивал всю администрацию, в частности, когда взяли Астрахань, того же воевода Иоанна Прозоровского, который встретил там за год до этого Степана Разина с почётом, он просто выкинул, сбросил из воеводской избы, тот погиб, разбился, и это был такой показательный случай того, Это первая астраханская дефинистрация, нужно назвать. Да, да, да. Так, извините. Нормально. Иллюстрация, дефинистрация, да, 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 вот это. Ну, собственно, вот как бы, они верили, что это справедливо, и такое устраивалось во всех крупных территориях, городах, где они были, то есть, вот эти все представители царской власти, они объявлялись врагами, их казнили, убивали и ставили своих, а своих ставили по принципу... которых они был эпизод с архиереем, насколько я знаю, который отказался все это как-то прокрышевать с церковной точки зрения, и тоже его, по-моему, казнили. Ну, да, почему бы нет, соответственно, патриаршей суда можно грабить, архиереи тоже, как бы... А как священство относились, кстати говоря, тоже. Глаз народа, глаз Бога, да, это такое нормальное вообще народное сознание, если нам надо, значит и Богу надо, а ты, батюшка, что-то там, это, не то хочешь нам внушить. Священство отрицательно, собственно, большая часть священства, которое казачье, они остались домовитыми казаками, а домовитые казаки с ними тоже не совсем ясно, они, как Разин утверждал во время казни, что Корней Яковлев был с ним в сговоре и с их позволения, он все это учинил. Научные исследования больше Корней Яковлева такими рисует, как бы таким двуличным, он, с одной стороны, понимал, что вот против этой голодьбы выступить не может, а в то же время понимал, что зайти далеко они тоже не могут, потому что жил на как бы царские пожалования, у него была там переписка, ну, фактически уже царский служащий, и он понимал, что надо как-то это все сворачивается. Между стройками, да, все это раскачить. Ну, так давайте про хронологию самого Астана. От Астрахани они начинают двигаться наверх, и я так понимаю, к ним достаточно стремительно применяют все больше и больше людей. Да, все больше и больше людей с каждой победой, все больше людей, плюс еще здесь тоже нужно отметить, что еще один хитрый политический ход Разину, он вперед высылает письма, так называемые прелестные письма на тот момент. Слово прелесть активно использует значение обмана, и где он, соответственно, утверждает, что в его рядах царевич Алексей Алексеевич, что они идут восстанавливать справедливость, и что они вообще как бы с изволения самого государя действуют, а те, кто им сопротивляются, они вот как раз бунтовщики, там, смутьяны и прочее. Поэтому дальше следует вообще такой пик побед Разина, потому что Саратов и Самара сдаются буквально без боя уже в конце лета, и вот летом успехи разинские были наиболее серьезные, сильные, серьезный участок Волги отошел под власть бунтовщиков. А вот известно, как царь на это реагировал? Ну, естественно, что не жаловал он все это. Ну, понятно, насколько нервно это воспринималось в Москве, там типа, ой, все пропало, контроль над Волгой потерян, сейчас они еще сюда прибрутся, или вот, как это в прекрасном, на мой взгляд, может быть, не в полной мере историчном, но очень на страническом фильме Достоля «Раскол», когда Ртищев на лошади скачет к царю, а тот отдыхает, он ему рассказывает, что там, Хмельницкий, на Украине, поднял казаков, тот говорит, слушай, у меня вот два часа тут с соколом, ну ты начинай там как-то, ну я подъеду, вот это, ну потому что, ну сегодня один, завтра другой, как в людях в черном говорили, каждый день земля какая-то угроза, тут как вот, был брожение среди царских чиновников, ждали ли они, что это там будет, ну типа того, что случилось, когда на Москве бунты и были, и жути, и надо там мэра выкинуть толпе на растерзание, там, чтобы отстали. Или царь Алексей Михайлович пришел, и, соответственно, на Чиле просто взял так вот, ать. Ну, конечно, было сложно так взять, как комара пристукнуть, но нужно сказать, что паники не было, здесь был опыт большой взаимодействия с такого рода элементами, до этого Василиус приходил, и они вот это восстание предотвратили по Тулой, потом нужно сказать, что за Разиным следили, начиная с 1667 года, тот же самый вот его крестный папа Корнелий Яковлев отсылал царю донесения, что происходит, куда ушли, зачем ушли, ну или честно... То есть он не стал сюрпризом еще, как бы. Ну, это не стало таким большим сюрпризом, просто надеялись, что он все-таки как бы за зяпунами пойдет, потому что это обычная история, казаки часто нарушали договоренности, часто нападали на соседские границы, на границы соседних государств, нарушая мир, поэтому все-таки надеялись, что это будет какой-то очередной дипломатический такой резонанс, нужно будет улаживать, а тут пошли по своим территориям, и это было, да, неожиданностью. Тем более Астрахань, как бы такой город, где, ну, очень важный, очень важный для торговли, для правительства, никто не ожидал, что будет столько сторонников разина в самой Астрахани, никто не ожидал, что Саратов, Самара просто так поверят в эти сказки и откроют ворота, это была такая серьезная новость, ну, и плюс дальше, уже дальше, себя взяли в руки, выслали войско с теми славными, прославленными воеводами, и войско это, ну, примерно, повторю, около 60 тысяч человек, двинулось в сторону городов, где были восставшие, но Разин здесь сделал определенную хитрость, он уже на верхнее Поволжье отправил отряды, которые стали воевать в пределах, как раз, нижнего Новгорода, в пределах Мордвы, да, вот этого территории проживания Мордвы, поднимать местное население на такие восстания, там объявили свои бунтари, тоже недовольные царской властью, но они, надо сказать, действовали скорее по мотивам Степана Разина, сообщение у них с ними было такое. Франшиза это сейчас называется. Да, 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 по франшизе, вот такое восстание по франшизе, его главные силы, главные силы пытались взять Симбирск, ключевой на тот момент город, но так и не взяли, и в итоге царские войска его из-под Симбирска осенью в октябре выбили, причем Разина ранили, раненый Разин был отвезен вниз по Дону в свое местечко, в свое местечко, где укрылся, и там восстанавливался от ранений. Знаете, я не очень разбираюсь в восстании Разина, честно говоря, но просто мой жизненный опыт подсказывает, что я могу полностью, вот как нейросеть, воссоздать причины поражения крестьянского восстания. Лидер отъехал, и наступила зима, да? Да, да, зима. Про зиму уже сказали, да, зимой казаки не воюют, зимой казаки расходятся. Это раз лидер отъехал, непонятно, что были свои местные товарищи, там вот, допустим, Василий Ус, Федор Шудяк, которые были под руководством Разина, но нужно сказать, что это опять-таки такая иерархия очень нестрогая, нестройная, никак в царской администрации. То есть каждый себе сам вождь, на самом деле. И если большой вождь отъехал, то малый вождь может тоже стать большим вождем. И они ходили, воевали, грабили, по большей части грабили. И, собственно, тут третью причину можно назвать, что восстание из какой-то цели, с каким-то девизом превратилось просто в повальный грабеж помещиков, дворян, бояр, каких-то домовитых казаков, что, естественно, озлобило буквально людей на местах. И они поняли, что эти товарищи пришли сюда пограбить, а не освобождать, просить у царя чего-то. И это просто обычные преступники. Сначала была нормальная такая акция по тому, чтобы утвердить статус казачества. Ну, как бы люди, наверное, просили, могли быть перегибы на местах, но потом поняли, что, извините, это уже какой-то лютый бандитизм, давайте что-то решать. И это стало серьезной проблемой. А тут как раз подъехали государственные войска, которые зачистили территорию, получается. Да, да. Причем зачистили грамотно, с разных направлений. Уже весной 1671 года, когда Разин подлечился, он попытался зайти через запорожских казаков, через Дон и Днепр. Вот на этой территории, там Майцкий городок, Майцкая крепость. И здесь у него вроде тоже нашлись сторонники, города эти восстали, но царская администрация быстро выслала войска, и местные воеводы тоже с этим спокойно справились. Поэтому и здесь очаги восстания были подавлены достаточно быстро. Плюс, да, разенно стали добираться домовитые казаки. То есть, если действительно мы можем сказать, что Корнелий Яковлев, его крестный папа, был там, скажем, возможно на стороне восставших до Симбирска, до поражения в Симбирске, то уже после зимы 1671 года он однозначно восстал против Разина. И самое любопытное, иностранцы отмечают, что государю настолько важно было подавить восстание, ну, по крайней мере, заявить, что оно подавлено, чтобы началась торговля по Волге с иностранными купцами, что еще за 6 недель до поимки Разина стали распускаться слухи о том, что он пойман, и его везут на казнь. И неоднократно шведские послы, шведские шпионы, так скажем, которые находились в Москве, отправляли донесения о том, что вот распустили такой слух, но он не подтвердился. Распустили слух, он не подтвердился. Потом оказалось, что воеводы же врали царю Алексею Михайловичу, чтобы его задобрить, чтобы он не сильно злился по этому поводу. Но в апреле 1671 года наконец Корнелий Яковлев до Степана Разина дотянулся со своими войсками. Они разгромили укрепленный городок, где разинцы находились, всех поубивали, а его с Фролом, младшим братом, взяли и заковали в цепи, и таким образом отвезли в Москву. Здесь уже точно было свидетельство, причем... Понятно, почему казнили публично. Чтобы вопрос торговли по Волге был открыт. Да. И чтобы даже вот все вот эти шведские шпионы и так далее сказали точно, теперь путь открыт. Опять же, только бизнес. Да, только бизнес. Конечно, надо обезопасивать свои активы. Ну и заодно, чтобы другие поняли, что как это в том анекдоте про кладбище, а ты за оградку ты не выходи. Да. Дошел до Тулы, ладно, зашел за Тулу. Красные линии. А вот насколько, кстати говоря, легенды о том, что он там на казни не выдал, куда золото закопал, там фрола помыкал, вот что-то трусливо себя ведет и так далее, это прям правда он проявился так или это уже тоже из разряда легендарности? Народный фольклор. И была ли та самая фраза «молчи с собака?» Да. Ну, здесь надо сказать, что… Свидетелей-то было много. Свидетелей было много, и большая часть свидетельств современников у нас как раз относятся к иностранцам, как это ни странно, это как раз к вопросу о публичности казни, то есть, обставлена казнь была максимально публично, сохранился в шведских архивах рисунок, сделанный русскими художниками, и этот рисунок передавался, так скажем, отдавался каждому иностранному послу. Именно с этих рисунков от руки были сделаны многие гравюры, в частности, там в Лондоне вышла газета в 1672 году с гравюрой, которая изображала казнь Степана Разина. Это была перерисовка специальных русских рисунков. Причем исследователи считают, что рисунки были сделаны заранее, потому что у них есть ряд неточностей. Во-первых, на рисунках показано, 6 кольев вместо 5, которые были на казни, потому что на 5 кольев насадили руки, ноги и голову Степана Разина, которого четвертовали. А на рисунке 6, и на 6-м его тело, которое, по легенде, разбросали там собакам на съедение. Плюс еще написано, что казнен Фрол, а Фрол, как известно, был казнен гораздо позже, потому что он как раз струсил и назвал слово государева, что ему есть что показать, поэтому его допрашивали еще целых 6 лет, он там кормил всякими сказками царских чиновников, говорил, что закопали здесь, закопали там, закопали месьям, вот на этом месте, что-то там добыча какую-то, да-да-да. Таким же образом появился миф о пиратских кладах во времена золотой эры пиратства, там просто одного пирата, к сожалению, не помню имя, поймали, и он таким образом отсрачивал свою собственную казнь, оттягивал срок и говорил, типа, я точно знаю, где закопано, просто я не помню, какой остров. И уже тогда, еще при существовании пиратов, появился миф о закопанном сундуке с золотом. Где карта Фролл? Нам нужна карта! Да, где карта Фролл, он даже сказал, вроде как, где там, что под какой-то кривой ивой на острове, на Дону, искали 6 лет эту кривую иву, потом поняли, что все-таки, что он их кормит ложной информацией и казнили. Казнили, да. Но на рисунках написано, что казнь обоих товарищей. Это, знаете, как вот в новостных агентствах, на самом деле, на таких мероприятиях все новости написаны заранее, потому что понятно, что там три варианта развития событий будет. Там этого назначат, этого или этого. И они лежат заранее, а журналист, он просто сидит и когда объявляют, он звонит, чтобы побыстрее такой, третий релиз, раз ставят третий фарм. Ну, вот иногда бывает, что мимо, да, раскроем тайны кухни, меди, иногда бывает мимо немножечко, в данном случае. Журналистики тогда закладывались, потому что 17 век, газеты уже в Европе появились. Ну, правда, не было телеграфа, чтобы соревноваться на скорости. Не было, да. А у нас были тоже куранты и, соответственно, ведущие новости из Москвы быстро отправлялись в Европу. Правда, выходили, нужно сказать, задержкой по причине, да, вот, коммуникаций где-то пять месяцев. То есть информация о Разине, там, когда Разин, только восстал и взял ключевые города, информация об этом пришлась в Европе на осень и зиму, когда уже восстание начало стихать. Интересный эффект, кстати, вот я как большой фанат истории журналистики, это как вот сейчас наблюдать астрономические явления. Звезда еще горит, а где-то там она уже взорвалась. Да, да, вот такой, такой пролонгированный такой процесс. Но самое интересное, что в той же самой журналистике рисунок этот сохранился благодаря шведскому дипломату Кристоферу Коху, а Кристофера Коха называют первым московским корреспондентом своей в переписке, вот там, соответственно, губернатор Нарва, он его называет корреспондентом. То есть уже тогда пошли такие, уже пошла профессия в ход корреспондента. Кстати, первый в истории репортаж с петлей на шее был, кстати говоря. Ну да, да. Ну, не жестоко же казнили Разина, просто чтобы все видели, получается, скорее, да? Но четвертование достаточно жестокий способ. А, то есть его четвертовали все-таки не повесили и вертовали, как потом через сто лет гуманно Пугачева, а прям четвертовали и четвертовали, понятно. Да, да, Пугачева, по сравнению с Пугачевым, это очень жестоко Фрола, вот его младшего брата, повесили. Да, ему, соответственно, смягчили, смягчили. А Разина просто обвиняли еще в том, что он богоотступник, не только еще царев-изменник, но еще и богоотступник, что он там хулы на самого спасителя какие-то говорил. Ну и родилась эта легенда, же тоже легенда с персидской княжной, которую он бросил в реку, в Волгу, а для чего он ее бросил? Не потому, что как бы привязанность у него возникла, и он там как психопат, который не любит возникновение привязанности, решил избавиться от... Не доставайся же ты никому. А потому, потому что принес ее в жертву. Настолько... Обряд языческий. Да, языческий обряд, что Волга его кормила, Волга матушка река, и нужно ей как богине принести вот такую красивую жертву. То есть ему пришили по полной проще. Да, потому что не того человека грабил торговые корабли, самого патриарха. Ну, естественно, надо пришить. Кстати, давайте разберемся в контексте, почему так ему пришили. Это была показательная история какая-то царевская администрация, там, приближенные царя хотели как-то показать, что неповадно было. Можно же было просто повесить. Нет, это, во-первых, понимаешь, как бы тебе объяснить контекст эпохи. Народ, когда есть восстание, это вечно волнение все время, постоянно. Это не только показательная казнь. Это плюс еще дать разрядку народу. В принципе, нормальная такая тема была еще очень долго. У нас-то не менялось там вплоть до екатерининских времен. В Европе это вполне себе была стандартная практика, а Англия так еще в архаике находилась очень долго. Казни были достаточно жестокие, это было развлечение, были профессионалы своего дела, которые должны были четко... А, он чисто ради шоу. Да, четко выполняет свою работу. И сам народ требовал к лурове, потому что волнение. Ну, извините, тут восстание, на нас непонятно, что прет, как бы царь-батюшка молчит, ничего не говорит. В общем, непонятно. Надо было сделать это обязательно. И причем это мировая практика была на тот момент, да и не только на тот момент. Просто покажите красивую картину. И самое главное, детишкам показать. Вот смотри, вот будешь не на своем месте сидеть, с тобой будет такое. Это как сейчас, как бы ты вызываешь сантехника, с одной стороны, и показываешь, вот сын, будешь плохо учиться, станешь таким, а сантехник зарабатывает больше, чем ты, и ты тут неправ становишься. Ну, а здесь еще такой политический момент, восприятие человека в средних веках раннего нового времени, жмонархия, монархия это семья, царь-батюшка. А тут, похоже, очень такая конкурентная среда, где атаман, атаман-батька, батька-атаман, главный. И когда мы казним одного такого вот зачинщика-батьку, тем самым утверждаем, что наш-то батька, царь Алексей Михайлович, он главный, все хорошо и нормально. Он точно от бога. Да, чтобы таких всяких батьков неслись к разине. Серьезно, серьезно. И такому, претендующему на некую статус царский. Да, да. Не на свержение царя, но... Да, ну, всеизменника такого очень политически, политического конкурента, такого серьезного. Самый главный вопрос, ладно, Калат, порядок на Волге навели в результате? Порядок на Волге долго наводили. Тут еще казнь-то, почему такая показательная была, да, вот и слухи распускали, я сказал, за полтора месяца о том, что поймали, казнили и так далее. Никого не казнили. А тут еще и разослали всем изображения, чтобы тоже не возникало никаких слухов, что казни, ну, казнили не того, потому что это была типичная история. Действительно, после казни Степана Разина пошли слухи, что не того казнили, Стенька все там в степях прячется, сейчас он выйдет, сейчас все по-новой пойдет. И Василий Усс, ничего не меняется. Вообще ничего не поменялось. Да, аналоги напрашиваются. Ну, ты же понимаешь, что он сейчас появится, вернется у нас на Волге, вот самый ключевой момент. Прилетит вдруг волшебник, да. Или не прилетит. Или не прилетит, да. Ну так... Вот. И обоставшие еще оставались. Сама Астрахань держалась до ноября 1671 года, там разницы в своей порядке наводили активно. Ну, после казни действительно многие поверили, допустим, Саратов, Самара, смирились, выгнали бунтовщиков, попросили у царя-батюшки прощения, а вот Астрахань удерживалась долго-долго, и вот в результате осады ее удалось взять в конце ноября, освободить полностью эту территорию. Последствия? Да. Последствия, но прежде всего это прекращение казачьей вольницы на Дону. Здесь донское казачество присягает на верность царю Алексею Михайловичу. Вспомним запорожцев, присяга как бы состоялась в 1654 году, но потом пошли вот разные перетурбации, да, не все запорожские атаманы, гетманы считали, что они должны быть этой присяге верны. А вот с Донцами после казни Степана Разина, после многочисленных дел по расследованию, ну, в общих чертах тоже такая, может быть, завышенная цифра, но цифра все равно серьезная, около 11 тысяч людей было казнено за вот этот бунт, то есть такая серьезная наказание. Это только казненных именно, а небось еще и за Байкаль осваивать кто-то отправился. Да, остальные, соответственно, там много, я думаю, было как раз вот этих людей всяких беглых, ярышков и прочих, которые со своих там холопов, которые от своих господ бежали, их, да, отправляли в Сибирь и куда только не отправляли на тяжелое существование, о их судьбах, о их численности мы ничего не знаем совершенно. И, ну, такая серьезная, серьезное наказание было, и это наказание не могло быть незамеченным, потому что, ну, прежде всего, Корнелий Яковлев приехал на казни, был на этой казни, присутствовал, с ним пять лучших донских казаков, после этого, я уже сказал, в 72-м году донской атаман принимает присягу, и вся верхушка казачества начинает, хоть продолжается избрание атамана на округе, на Дону, то есть, это еще не царь делает, но уже начинают испрашивать государя, нормально, что мы вот этого выберем, вот этого выберем, и так далее. И закончится все это уже в 1718 году, когда последний избранный атаман уже прямым текстом скажет Алексашке, меньшику, даст даже взятку донскими конями, хорошей породой выведенной, чтобы Петр санкционировал его избрание. И сам Петр такой не сходя, только потому, что Сашка попросил, сказал, ну да, пускай этот будет атаманом там. Хотя есть насека, это непосредственно символ власти, военной власти донского атамана, и насека такая у нас вот любопытная, она хранится у нас в музее, то есть вроде как ему вручили этот скипетр, да, вот тебе власть, а он же сам на этой насеке выбил надпись о том, что Петр ему в 18-м году санкционировал его власть, сам государь батюшкой велел. То есть видно уже вот этот процесс подчинения полностью идет, а казачьи вольницы даже на Дону теперь не задумываются. Ну и этот регион за счет того, что смирили казачество, этот регион начинает активно осваиваться, именно вторая половина 17-го века вот эти донские днепрские территории начинают заселяться однодворцами. Это казаки, отличившиеся на службе, которых приняли в однодворцы, записали, это какие-нибудь бедные дворяне или там сыны боярские, такая тоже была категория низкого такого, ну собственно, низкочинного дворянства. Вот они эти территории получают, осваивают и уже, так скажем, туда государство активно внедряется в эти территории, они становятся все более русскими, как мы их сегодня видим. Все-таки, как представитель журналистского цеха, я не могу не сказать, что главным последствием восстания было возникновение мифа о Степане Разине, в хорошем смысле этого слова, в таком глубинном, большой такой легенды, которая и в народном творчестве, в фольклоре, и везде, где только можно, живет и жила, и опять же, Генеровского, если мы вспомним, это не какой-то конструкт советской эпохи, да, хотя я еще помню, как меня логопед мучил на улице Степана Разина, который ныне варварка, да, в детстве, меня это удивляло еще тогда ребенком, дошкольникам, почему Разин, вот, но тем не менее у нас появился вот такой вот архетип Разин во многом, у нас есть про Пугачева, мы поэтому здесь тоже покажем суть, да, 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 это как бы припати небольшое к этому всему, но вот судя по тому, что вы сказали, получается, что миф о Разине в большом таком серьезном смысле слова, он более значим, чем то, что на самом деле тогда произошло, вот сегодня так легко мы по восстанию пробежались, за что большое спасибо, выглядит так, что для царской администрации это было даже не соляной бунт по масштабу, прав ли я или как? Нет, не соляной бунт, там буквально соляной медный бунт, это такие экономические восстания, которые тут же прекращались, как... Ну, все-таки это в Москве и последствия были? Ну, во-первых, в Москве, здесь самая главная проблема в том, что дотянуться до царя и бояр об этом и говорю, да, то есть там была прямо экзистенциальная угроза для боярской власти, а здесь где-то там, ну, масштабно, да, но решаемо. Ну, масштабно, но просто нужно понимать, что у многих бояр и дворян на этих территориях, а как раз они недавно были освоены, поскольку они недавно освоены, царь активно раздавал эти территории своим слугам, а на этих территориях происходили восстания, и они, естественно, тоже тряслись за свои кошельки, за свои земельные... Ну, не за голову все-таки, я буду спорить. В плане Разина, ну, если бы ему удалось, если бы это разрослось, могли бы и за головы. Собственно, многие помнили смутное время, когда казаки поддержали всяких лжедмитриев, поддерживали активно, и даже бояре вынуждены были с казаками соглашаться и говорить, да-да-да, это истинный Дмитрий. Это точно он. Да, вот еще вопрос такой, тоже такой, из области историософии, напоследок, наверное. Мы говорим о том, что 17 век это век бунтажный, но во многом это было такого своего рода переживание авторшоков от смутного времени, и каждый раз все более и более спокойных, то есть, если в смуту действительно могли, в принципе, и царя в Польшу в клетки увезти при желании, то сейчас речь шла все-таки о каких-то таких остаточных волнах, и разинское восстание в каком-то смысле наследует временам казачьей вольницы 612 года, но уже не настолько сильно. Можно так сказать, наверное, да? Да, можно, потому что если там в 612 году это все получилось, потому что казачество было единое, все донцы собрались, и выступили на стороне уже Дмитрия, то здесь мы видим рассеченное казачество, да, есть верхушка, которая более лояльна царю и уже не очень-то хочет бунтовать и как-то куда-то туда уходить, такие опасности переживать, а с другой стороны есть вот эти вот не при делах люди, которым нужно себе добыть какое-то имущество, поэтому они решаются на такие дерзкие поступки. И, естественно, когда у нас не единая структура, то ее можно всегда там со старшими договориться, а младших прижуть, чем, собственно, царское правительство, это вот как бы такая линия романовых во внутренней политике очень серьезная, вплоть до 18 века. Всегда шли на переговоры с верхушкой восставших, их отсекали, давали какие-то привилегии, или там, соответственно, тут же задерживали, обещали, но наврали и тут же как бы в кандалы, а низы грубой военной силой прибивали, и все. То есть у Райзина, в принципе, в какой-то момент времени был шанс попасть в первую группу, которому что-то дали? Ну, был бы, да, если бы, допустим, с ним был Корней Яковлев, да, то я думаю, что они бы о чем-то договорились, но вот здесь видимо, какая-то с ними между ними размолвка произошла, почему он его издал. Ну, еще нужно сказать, что, да, такого бы, как в смуту, не произошло, потому что государство укреплялось. Здесь надо сказать, что при царе Алексея Михайловича идет укрепление государства, появляются символы державы, державный герб, появляется единое законодательство, которое будет до Николая I аж действовать, и это уже другая эпоха, и здесь, да, конфликты, это потому, что государство укрепляется, но есть силы, которые не согласны с этим укреплением, а их вот так вот смирили. Ну что ж, мы сегодня очень хорошо поговорили про восстание Разина, я еще раз напомню, что это выпуск очень интересный, но его хорошо бы посмотреть в контексте наших других, выпуска о казаках, выпуска о том, что же произошло через сто лет с Пугачевским восстанием, ну и другие наши выпуски тоже смотрите, не забывайте, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, спасибо большое, до свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok